МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельчанки достартовала в чемпионате Беларуси. Городское дерби во втором туре чемпионата страны по мини-футболу между собой сыграли ВРЗ и БЧ. В Гомеле состоялись областные олимпийские дни молодежи по боксу. Женская команда гонбольного клуба Гомель не пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В полуфинале квалификации, которая проходила в Испании, наши девушки уступили немецкому Лейпцигу 18-29. В матче за третье место гомельчанки встречались с хозяйками Паркета, гонболистками команды Бера-Бера. Испанки победили 28-20. В групповой этап пробился Лейпциг, в финале обыгравший австрийский хипо. Таким образом, Гомель сыграет во втором раунде Кубка ЕГФ. Соперником наших девушек на этом этапе станет победитель румынско-руксембургского противостояния Дунеря-Дюдиланш. Матчи в этой паре состоятся 17 и 18 сентября. Первую игру второго раунда турнира Гомель проведет дома 15 или 16 октября. Ответный матч пройдет на поле соперника через неделю. Пока девушки сражались на Евро-арене, мужская команда гонбольного клуба Гомель провела первый матч чемпионата страны. В гости наведелся Могилевский Машека. Накануне старта чемпионата истана Гомеля начали приходить новости на кадровых переменах. Завершил спортивную карьеру правый крайний Захар Гусаков. После произошли изменения и на последнем рубеже. Вратарь Иван Мороз заключил трехлетний контракт со столичным СКА. В Гомеле стана армейцев перешел Артем Подосинов. Пришлось с Иваней Морозой нам расстаться. Есть объективные причины, потому что человек будет играть в сборной, вызываться будет под него 70 дней. За 4 месяца у нас его не будет. Пришлось пойти, как говорится, на такой компромисс, отдать его в СКА. Ну и взяли Артема Подосинова, подписали вратаря. Достаточно сильного. Я считаю, что один из сильнейших вратарей в республике у нас. Из-за травм старт чемпионата пропускают левый полусредний Александр Буйкевич и правый крайний Дмитрий Смоликов. Последний не так давно перенес операцию на колени. Срок восстановления около месяца. В целом же команда, по словам Сергея Цыганкова, готова. Цели на новый игровой год те же, что и в минувшем. Команда готова к чемпионату, хочет играть. Состоим задачи самые высокие – занять третье место и бороться со СКА за второе место. Первый тайм поединка против Машеки показал, что гомельчане действительно в хорошей форме. К перерыву они выигрывали у соперника 13 мячей, 25-12. А вот во втором тайме игра гомельчан разладилась. Возможно, серьезное преимущество, полученное на старте, расхолодило наших гонболистов. В итоге могилевчане оставили вторую половину матча за собой, отыграв пять мячей. Однако победа все же осталась за гомелем – 41-33. Уже завтра в Бресте гомельчане сыграют с БГК-2. Женская команда гомеля в этот же день проведет первый домашний поединок в сезоне. Соперник – Витебчанка. Начался 25-й чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге. Стартовые матчи у команд из Гомельской области сложились по-разному. Жлобинский «Металлург» в первой игре на своем льду уступил «Динамо» молодечно – 1-3. Гомель также дома сыграл с молодежной сборной стороны. Перед самым стартом чемпионата тренерский штаб «Рысей» пополнил легендарный белорусский защитник Олег Хмыль. Он-то и вывел команду на первый матч. Главком гомельчан Андрей Сидоренко старт сезона пропускает из-за болезни. Чуть более пяти минут понадобилось хозяевам, чтобы открыть счет заброшенным шайбом. Иван Мядер оказался в нужном месте в нужное время – 1-0. Правда, молодежка оказалась не так проста. Игра была равной. Гомельчан подвели удаление. На восьмой минуте большинство реализовал Денис Зайчик, направив шайбу точно между щитков Игоря Брекуна. Под занавес первого периода все тот же Зайчик. Кстати, воспитанник гомельского хоккея в похожей ситуации вновь переиграл гомельского голкипера. Чтобы реализовать это большинство, молодежке понадобилось всего 13 секунд. На первый перерыв команда ушли при счете 2-1 в пользу гостей. Это в первую очередь командная заслуга. Спасибо большое тренерам, тренерскому штабу, что доверили играть в большинстве. Ребята создали мне, парни, моменты. Просто получилось их использовать. Во втором периоде также сложно отдать предпочтение какой-либо из команд. Правда, отличиться удалось только хозяевам льда. Счет сравнял Иван Мядель. На заключительный период у молодежки прыти уже не хватило. Ну или гомель прорвало. Решайте сами. За 20 минут хозяева забросили 5 шайб. Отличались Огородников, Тополь, Мядель, оформивший хит-3, Кривенко и Соломонов. К финальной сирене счет на табло был 7-2 в пользу гомеля. Два периода, конечно, сражались. Но потом с такой, конечно, мастеровитой командой, нахватать столько удалений, для меня ничего удивительного, что такой результат. Два периода, кстати, периферал очень здорово. Не позволяло практически ничего сделать. Уже в следующем матче молодежка реабилитировала, содержав победу. Правда, в роли проигравшего оказался Жлобинский Металлург. Волки начинают сезон с двух поражений. Гомель тот игровой день пропускал. На этой неделе представителям нашего региона предстоит вояж в Гродненскую область. В четверг Гомель сыграет с Лидой, а Металлург с Неманом. В субботу Рысь отправится в Гродно, а Волки в Лиду. В чемпионате Беларуси по мини-футболу из представителей Гомельской области только Светлогорский ЦКК не открыл счет набранным балом. Во втором туре светлогорские футболисты уступили столичному Мопиду 3-7. Агрокомбинат Южный одержал первую победу. На выезде со счетом 3-2 обыграна команда Динамо БНТУ. Второй тур подарил гомельским болельщикам первое в этом сезоне городское дерби. Противостояние БЧ и ВРЗ оправдало все ожидания. Очные поединки вагоноремонтников и железнодорожников всегда носят принципиальный характер. К тому же они вызывают стабильно высокий интерес у болельщиков. В этот раз вообще был рекорд. Согласно официальному протоколу матча, на трибунах было 690 человек. В межсезонье команда усилили. В состав пополнили два грузинских легионера. Ваходж Варашвили и Иракли Тодо. Если первый уже успел проявить себя на площадке, то Иракли пока вне заявки. Причина – травма. Из главных приобретений ВРЗ можно назвать переход из лицельмаша Дмитрия Гончарова. Начало матча осталось за ВРЗ. Но уже на четвертой минуте Дмитрий Рябцев открыл счет. На 13-й минуте Владислав Селюк довел преимущество вагоноремонтников до двух мячей. После этого ВРЗ начал играть по счету, отдав инициативу в руки железнодорожников. Игроки БЧ контролировали мяч, однако позиционные атаки и удары издалека успеха не приносили. На 26-й минуте ошибка голкипера БЧ Владимира Стремилова привела к тому, что капитан ВРЗ Вячеслав Григорьев поразил пустые ворота соперника. Стремилов уступил место в рамке Чипулису. Надо отдать должное. Железнодорожники, проигрывая три мяча, рук не опустили. Сначала Джварашвили проверил на прочность штангу ворот Дегтяренко. После он своей активной игрой вынудил соперников нарушить правила в вратарской зоне. Сам же отправился пробивать пенальти. Однако сократить отставание не удалось. Голкипер ВРЗ вышел победителем из этой микродуэли. Игроки БЧ не переставали давить на ворота соперника до самой финальной сирены. При этом вагоноремонтники имели возможности, чтобы увеличить отрыв в счете, не разу бегая в контратаке. Однако больше забитых мячей не было. 3-0 победа ВРЗ. Играли первым номером. Немножко не получилось. Немножко играет она, понял, на прошлогодний. В первом круге с ними. Сказать мне пока больше нечего. Скажу, что поздравил команду соперника и будем делать кардинальные выводы, исходя уже после второго тура. Знаете, матч сложился очень тяжелый. Готовились к нему очень серьезно. Я понимаю, что две гомельские. Здесь всегда в дерби непредсказуемые игры. Просто для болельщика, для всего. Но мы очень хорошо подготовились к этому. Разобрали все возможные варианты именно в ИЧ. Я считаю, что победили при равной игре. Ребята молодцы, выложились в этой игре полностью. Реализовали часть своих моментов. Ну, то есть мы забили больше, чем противник. Не пропустили, поэтому выиграли. В третьем туре на будущих выходных БЧ на своем поле будет принимать охрану «Динамо». Южный дома сразится с чемпионом Лидсельмашем. ВРЗ отправится в Минск в гости к «Мопиду». ЦКК также в столице сыграет с дорожником. После финальной сирены матча в РЗБЧ футбольная программа в спорткомплексе «Локомотив» не завершилась. Многие болельщики перешли на трибуны стадиона, где вскоре и началась игра 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Гомель Жилдор Транс принимал «Сморгонь». Гости открыли счет на 21-й минуте. Все попытки Гомель Жилдор Транса отыграться ни к чему не привели. Уже в добавленное во втором тайме время футболисты «Сморгонь» сделали счет 2-0 в свою пользу. С таким же счетом завершилась и игра в Светлогорске, где «Химик» принимал лиду. Победили хозяева. Футболисты Гомеля в 18-м туре в Барановичах буквально разгромили местную команду, забив шесть безответных мячей. Это самая крупная победа гомельчан в этом сезоне. В турнирной таблице они по-прежнему лидеры. Днепр на второй позиции. У Гомель Жилдор Транса и Луча одинаковое количество баллов. По дополнительным показателям выше располагаются столичные футболисты. Светлогорский «Химик» на 11-й позиции. Гомельские боксеры вернулись с наградами с международного турнира памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. Соревнования проходили в Минске. Победителями в своих весовых категориях стали Максим Паньков и Никита Рыбалкин. Серебро завоевал Денис Лопушанский. На третью ступень пьедестала почета поднялись Дмитрий Бальков и Илья Северин. В эти же дни в Гомеле проходили областные Олимпийские дни молодежи. В турнире приняли участие лучшие бойцы региона. 1999-2000 годов рождения. Соревнования параллельно носили статус первенства области. По его результатам будет формироваться сборная команды региона для участия в республиканских соревнованиях. К тому же вскоре этим ребятам предстоит переходить на взрослый уровень. Так что внимание к соревнованиям повышенное. А перспективные спортсмены есть. Есть у нас хорошие ребята получается. И в 49 килограмм есть у нас Михаил Оземша, который участник чемпионата Европы, был по 8-му. 98-99 получается. А он сам 2000 года. Поэтому потенциал большой в 60 килограмм. Несколько человек здесь еще будут, я думаю, в полуфинале интересные бои. Ну, в 64-69 у нас в плюс 91 есть Сидоренко. Я считаю, вообще лидер, который должен себя проявить. Фавориты оправдали надежды. В общекомандном зачете победили гомельские боксеры. На втором месте Лельчицын, на третьем – Жлобин. Республиканские Олимпийские дни молодежи и первенства страны пройдут в Гомеле в конце сентября. Так что у наших спортсменов будет особая мотивация показать свои лучшие результаты. Есть ребята хорошие, участники, призеры первенства Европы и мира здесь боксируют по этому возрасту. Поэтому думаю, что в Гомельской области пристанет на первенстве Республики хорошей командой. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.